Успей поставить лайк за 3 секунды, если любишь смотреть видосики на ютубе! Считаю! Раз, два, три! Мне сейчас нужно создать очень крутое оружие! Для этого мне нужно, друзья, объединить вот эти два! Давайте тогда, конечно же, попробуем! Первое, что у меня есть, это вот такая какая-то пушка сама, и второе оружие, это получается даже подставка! Ну ладно, хорошо, мы, в принципе, сейчас, друзья, их объединяем, и видим то, что, смотрите, какое у нас оружие получилось! Да это же получается турель! Вот это да! Давайте-ка тогда нажмем, конечно же, батл, и посмотрим, на что эта турель способна! Я думаю, наверное, одну штучку поставлю сюда, и одну штучку поставлю тоже сюда! Хотя, друзья, что мелочиться, у нас еще имеется одно место для этой турельки! В итоге, теперь, я думаю, у нас очень-очень даже будет хорошая оборона для нашей вот-вот этой базы! И видим то, что, смотрите, на нас нападают вот вот эти чувачки, но пока что турельки справляются очень даже неплохо, но видим то, что их действительно очень даже много! И смотрите, некоторые ребята уже умудряются пробегать даже практически к нашим воротам, но в итоге, опа, последнего чувачка мы вместе с вами уничтожили, и в итоге выиграли! Поздравляю нас, друзья! Ну что же, ребятненьки, приветствую всех! Мы сейчас находимся в игрушке под названием Трап Билдинг 3D, где мы, конечно же, будем объединять вот вот эти запчасти и получать новые какие-то оружия. Ну и в итоге, сейчас мы видим то, что у нас тут имеется какой-то тротил, и вот такая какая-то панелька с циферками. Давайте тогда, конечно же, это все дело объединим, и посмотрим, что же у нас тут такое интересненькое получится. А мы видим то, что это у нас вот такая мина. Ну, слушайте, в принципе, очень даже хорошо. Сейчас тогда мы, естественно, на эти позиции поставим турельки, а здесь, ребятненьки, мы сделаем мины, чтобы они у нас зарывались, и, конечно же, блокировали поход наших людей. Ну, и все. Давайте тогда, конечно же, приступать смотреть на нашу оборону, и видим то, что, опять-таки, людишечек очень-очень тут много, они даже довольно-таки быстро бегут, но в итоге мина, слушайте, ребятненьки, справляется очень даже неплохо, потому что она взяла и просто подзарвала этого чувачка. Такое чувство, будто вот эти ребятки даже не успеют дойти до второй мины. Ну да, смотрите, ребятненьки, так и получилось. В итоге турельки сами взяли и справились с нашей задачей. То есть даже, ну, вторая мина особо-то и не нужна была. И в итоге, воу, на третьем уровне мы видим то, что у нас целых четыре предмета для комбинаций. Даже не знаю, ребятненьки, с чего начать. Интересно, а можно, допустим, объединить все? А, смотрите, друзья, видимо, нет. Хе, ладно, хорошо, у нас тут имеется газовый баллон. Ну и давайте тогда, конечно же, добавим сюда вот такую зажигалочку. Посмотрим, что у нас здесь получится. А тут у нас, смотрите, друзья, получился вот такой прикольный огнемет. Сейчас тогда мы вместе с вами его обязательно затестим. Благо то, что, смотрите, у нас тут появился еще дополнительный, получается, слот для наших турелек. Ну ладно, сюда я поставлю обычную турельку, сюда тоже обычную, а сюда, друзья, я поставлю вот такую огненную. Ну и, в принципе, будем смотреть, на что она способна. Тут давайте-ка, наверное, еще одну огненную поставим. Ну и, конечно же, друзья, здесь мы расставим наши мины, потому что нам надо держать оборону очень-очень даже хорошо. Ну и в итоге нажимаю на старт, и видим то, что людишечки опять-таки начинают идти. И, кстати, идут-то они, получается, с двух сторон. Я сначала, друзья, думал, что они пойдут только с одной стороны, но в итоге не только, друзья, было. Вот это да, вы видели? Как жестко сейчас взорвалась вот эта мина. И, блин, капец, друзья, мы, кажется, проиграли. Да, это, друзья, проигрыш, потому что эти чувачки просто тупо взяли и зашли на нашу базу. Видимо, наши турельки, вот эти огненные, не такие были эффективные. Ну ладно, давайте-ка, знаете, что мы сейчас попробуем сделать? Соединить вот эту бритву с вот этой какой-то пружинкой. Что у нас получится, честно говоря, друзья, не представляю. А, это у нас такая, друзья, баррикада, которая тоже, по сути, должна просто тупо брать и, естественно, стопить наших чувачков. О-оу! Тут у нас, опять-таки, друзья, две дорожки, на которые у нас, естественно, будут прибегать наши чувачки. Ну ладно, давайте тогда сейчас мы расставим много турелек, потому что я думаю, что все-таки турельки более эффективные, чем, конечно же, огнеметы. Вот единственное, на эту дорожку один огнеметчик поставлю. Ну и тут, ребятоньки, знаете, что мы сделаем? Наверное, поставим мину. Ну, тут, конечно же, тоже одну мину, а здесь, ребятоньки, мы поставим баррикады, чтобы наши чувачки максимально долго пытались как-то пройти вот эту оборону. Ну и в итоге все. Нажимаю, конечно же, на старт и видим то, что, опять-таки, получище вот этих красных чувачков, то ли зомби, то ли кого-то, ну, просто каких-то мутантов, бегут на нас. И смотрите, они, на самом деле, опять-таки, очень даже быстро просто тупо берут и, конечно же, прорывают нашу оборону. Да что ж это такое-то? Как, ребятоньки, их удержать, я пока что не представляю. Наверное, нам все-таки надо придумать какой-то более крутой способ их сдерживать. Я вижу тут, смотрите, друзья, вот такие прикольные кристаллы. Давайте тогда попробуем нажать, естественно, на них. И комбинировать их можно только с вот таким аккумулятором. Давайте-ка посмотрим, что у нас такого интересненького здесь выйдет. А тут у нас, смотрите, вот такая прикольная турель. И, видимо, она стреляет лазером. Вот это да. Сейчас тогда мы, естественно, друзья, их затестим. Мы, в принципе, пока что на такой, довольно-таки, начальной локации. Я поставил все три вот таких пушки. Ну и давайте тогда смотреть, как сейчас у нас будет, естественно, проходить наша оборона. Ну, пока что видим то, что очень даже неплохо. Лазер, кстати, довольно-таки мощный. Такой аппарат фигачит только так наших противников. И смотрите, больше этой точки они вообще никак не могут сдвинуться. Поэтому я считаю то, что лазер реально крутая штука. И, скорее всего, нам надо поставить их потом в дальнейшем везде. Потому что они реально довольно-таки хорошо справляются со своей задачей. Ну и в итоге мы видим то, что у нас вот такие предметы имеются. Давайте-ка на сей раз я выберу вот такие провода. Не знаю, конечно, на что они будут способствовать. Но в итоге это, скорее всего, будет опять-таки какая-то мина. А, смотрите, друзья. Это вот такая С4. Ничего себе. Видимо, ее тоже можно будет где-нибудь закладывать. Ну ладно, хорошо. Второй уровень. В принципе, мы его когда-то, друзья, проходили. Но сейчас, на сей раз, мы будем, конечно же, использовать наши лазеры. А также попробуем, наверное, С4. И, конечно же, вот такую баррикаду. Ну и в итоге все. Нажимаем, друзья, на старт. И видим то, что как наши чувачки опять-таки начинают атаковать. Благо то, что лазеры справляются, смотрите, очень-очень даже хорошо. Они просто тупо не успевают до конца дойти до мины. Но в итоге теперь уже наконец-таки дошли. Ну все. Это, друзья, вообще великолепный выигрыш. Потому что лазеры справляются со своей задачей на все 100%. Ага, на сей раз, друзья, у нас опять-таки предметы, которые мы уже объединяли давным-давно. Давайте-ка тогда попробуем, естественно, знаете, что сделать? Вот так объединить нашу штучку. И видим то, что, по сути, друзья, мы опять-таки получили такой же огнемет. Хотя немножечко по-другому скомбинировали наши вот эти штучки. Ну ладно, хорошо. Сейчас, друзья, мы, конечно же, на этом уровне опять-таки наставим кучу-кучу лазеров. Также, наверное, я, друзья, поставлю вот сюда вот эту штучку, баррикаду. Сюда, наверное, поставлю С4. А сюда поставлю, наверное, опять-таки баррикаду. Потому что они очень даже хорошо замедляют. А лазеры хорошо, естественно, фигачат наших врагов. Ну и в итоге посмотрим, насколько сейчас будет эффективна наша, естественно, осада. Ну и видим то, что, смотрите, ребятки. В принципе, очень-очень даже неплохо. Пока что держим оборону, со всей дури стараемся и видим то, что мы действительно выигрываем этот уровень. Ура, друзья, поздравляю нас! Потому что в прошлый раз мы просто тупо вместе с вами слили. Все-таки лазеры очень и очень даже хорошо действенные. Так, с чего бы сейчас-то нам, друзья, начать? Давайте-ка попробую опять-таки огнемет и в плюс еще вот эту штучку. Ну и, по сути, у нас получится опять-таки тот же самый огнемет. Да, пока что новенького, друзья, ничего у нас не выходит. Буду стараться тогда какие-то предметы, которые я еще не использовал, как-нибудь использовать. Ну и в итоге вот он, друзья, тот самый жесткий уровень, который мы еще вместе с вами ни разу не проходили. Сейчас тогда я наставлю тут кучу лазеров. Тут, наверное, опять-таки куча, друзья, баррикад. Ну и здесь, наверное, тоже баррикады поставлю. Посмотрим, как сейчас это будет действенно. Но я думаю, то, что должно получиться все очень-очень даже неплохо. Потому что баррикады замедляют наших чувачков. И, естественно, лазеры справляются с этим очень даже неплохо. Потому что смотрите, как они быстро фигачат наших ребяток. ХПшечки у них тратятся только так. Ну и в итоге видим то, что мы вместе с вами сделали все-таки, наконец-таки, хорошую оборону. И в итоге выиграли этот уровень, не потеряв ни одного, естественно, очка. Ну а на этом, я думаю, можно заканчивать прохождение нашей игрушки. Если вам она понравилась и вы хотите увидеть еще какие-нибудь новенькие скрещения, обязательно напишите об этом в комментарии. Ну и, конечно же, наставьте кучу и кучу лайков. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok